Обвиняемый в убийстве 19-летнего екатеринбуржца в ночном баре, 18-летний житель Ирбита избежал заключения под стражу. Молодого человека, нанесшего 11 ножевых ранений своему оппоненту в уличной драке, на время следствия посадили под домашний арест, сообщает в пресс-службе Свердловского областного суда. Нашумевшее преступление было совершено в минувший уикенд, в ночь с пятницы на субботу, в спортивном баре «Американка» на углу улиц Малышева и Вайнера в Екатеринбурге. Погибший 19-летний житель Уралмаша Кирилл, отмечавший в баре свой день рождения с друзьями, как сообщал начальник прислужбы ГУМВД Валерий Горелых, попросил у незнакомого ему 18-летнего, но также Кирилла, закурить. Тот угостил его с сигаретой, но между молодыми людьми возникла ссора. Выяснение отношений перенеслось на улицу, где завязалась драка. Гораздо менее крупный, да что там просто щуплый ирбичанин, проигрывая в рукопашной схватке, вынул из кармана серьезный аргумент в виде ножа и нанес своему сопернику 11 колоторезанных ранений, часть из которых оказалась смертельной. Позже, когда Кирилла задержали на квартире его друга в микрорайоне Сосновый Бор на Уктусе, молодой человек выдвинул версию, что нож был у его противника, и когда выпал из кармана, он его подобрал для самообороны. Но затем Кирилл показания изменил и пошел на сотрудничество со следствием, признавшись, что нож принадлежал ему. Видимо, это раскаяние и явка с повинной повлияли на то, что следствие не стало настаивать на заключение убийцы в СИЗО, позволив ему ближайшие два месяца оставаться дома, выполняя, правда, ряд ограничений. Ему запрещено выходить из жилого помещения на улицу, отправлять и получать почтовое отправление, пользоваться средствами связи и интернетом. Но что любопытно, сразу после этого решения у Ирбичанина оказались удалены страницы во всех соцсетях, кроме одной, Одноклассники, где он последний раз побывал шесть лет назад, и пароль, от которой, вероятно, забыл. Также сообщается, что обвиняемый в убийстве ранее правоохранителями не привлекался, тогда как убитый им тезка к своим девятнадцати годам уже был судим за разбой.